Насколько сейчас актуален подарок невесты жениху и наоборот? Нормально ли это будет, если от жениха ничего не будет? Абсолютно нормально, это актуально. По сей день молодожены друг другу делают подарки. Это всегда очень трогательно и мило. Когда невеста что-то придумывает, женихи что-то придумывают, даже если жених ничего не делает в ответ, это абсолютно не обязательно. Вообще мужчины, они же мужчины, понимаете? И сложно иногда представить какого-то мужчину, что он будет там петь, танцевать или исполнять брейк-данс, на руках. Все мужчины разные. То есть есть прям интроверты, которым вообще это не про них. Есть, наоборот, весельчаки активные, от которых ты действительно ждёшь что-то, что он обязательно что-нибудь исполнит. Есть серьёзные какие-то предприниматели, которые категорически, естественно, не будут ничего исполнять. Максимум, что он подарит, может быть, машину с бантом или, возможно, какое-то кольцо красивое. Но это совершенно не обязательно, конечно. Совершенно не обязательно, чтобы жених что-то делал невесте. Это делается не для того, чтобы получить обраточку, а это делается для воспоминаний как раз-таки, для вот этих эмоций, для того, чтобы получить вот эти эмоции, для того, чтобы жениху было приятно. Потому что, конечно, он испытывает особенные, мне кажется, чувства, когда невеста что-то для него готовит, когда это какое-то видео определённое, или когда это песня какая-то, или когда это какой-то подарок, возможно. Можно, да, например, мне нравится, когда невесты, ну, делают, знаете, это так невзначай иногда. То есть бывает такое, что это как шоу, да, что это там часть программы, когда невеста выходит с подружками, с артистами, с родителями и так далее. Или когда делают какое-то видео, это показывается на экране, то есть это часть программы. А иногда это происходит, знаете, как импровизация некая, то есть об этом знает только условно организатор или координатор, если он есть на мероприятии. И невеста говорит, вот в определённый момент на определённых словах вынеси мне что-то. И никто не знает, что будет, ну, то есть координатор не знает, что будет. И вот у нас частенько бывает такое, что там на определённом моменте, на определённых словах, допустим, там невеста говорит, у меня есть... я хочу, чтобы каждый день, там, проведённый со мной, был для тебя днём осуществления желаний и мечт, да, чтобы ты наслаждался от нашей совместной жизни. Я хочу с сегодняшнего дня начать осуществлять твои мечты. И вот невеста дарит, допустим, телескоп жениху. То есть он всю жизнь мечтал получить этот телескоп. Он всю жизнь хотел, чтобы у него был телескоп, но у него не было этого телескопа. И вот невеста дарит этот телескоп. Жених в этот момент, возвращаясь к тому комментарию, который оставила девушка о том, что у нас это всё театр, постановочные свадьбы, и она не может смотреть на наши постановочные свадьбы, что это всё театр. Ну, в очередной раз я хочу сказать, что я не согласна с этим высказыванием, потому что в этот момент жених испытывает невероятную гамму чувств, эмоций, он может прослезиться, и ты смотришь на это, и все гости, естественно, в этот момент плачут. Ну, это невероятно, понимаете? Это настолько трогательно, и, естественно, она не ждёт какой-то подарок в ответ абсолютно от него, но при всём при этом он, конечно, запоминает, что она для него это сделала, и ему это всё, конечно, очень приятно. И я думаю, что в будущем ему будет хотеться как-то её удивить, возможно, на годовщину свадьбы он тоже сделает что-то для неё, и, возможно, это станет какой-то традицией, да, их семьи, что они будут подарить там какие-то вещи друг другу, не обязательно материальные, любые вещи, которые делают их немножко. Горнева и Ринда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин